Дорогие друзья, приветствую вас с праздником! Это праздник, самый, скажем так, у нас из переходящих праздников, самый великий праздник. Прошло уже 32 года, как организовалась община, и мы видим, что по молитвам священномученика Анафима Господь хранит нас. Какие бы ни были искушения посилаемые, они проходят, эти искушения. А дальше все идет, как когда-то сказала наша одна прихожанка, молодая еще была, ее встретили, приехали там с района. Как вы здесь живете-то? Она им отвечает, да мы живем хорошо. А чем мы живем? А у нас все идет здесь по кругу. Они говорят, как по кругу? Ну, Рождество, Пасха, День деревни и престольный праздник. И опять все, так это у нас идет. Что так запомнил, что так она ответила. Все у нас идет по кругу, 32 года уже. Вот дай Бог, что по молитвам и предстателям священномученика Анафима, и на много лет Господь сохранил бы это место. Когда-то в этом месте был клуб. Это где вот этот зрительный зал. Там вот были, там была кинобузка. Ну, а там зал был, это для танцев, что-то там это собирают. И завтра туда дверь еще была проезд. Там вот когда концерты что-то ставят, там переодеваются, артисты выходят туда и... Вот так вот. Время меняется. Было когда-то из храмов делали такие, что Господь допустил это. По нашему там неверию, наших там отцов и прочее. А теперь видим, что делается так. Батюшка служит там. Вот тоже ему что, не было? Дом культуры. Тоже уже лет 20, да? Больше, наверное, там. С 94-го года. С 94-го года. Дом и культуры храм. Ну, там они строят новый храм. Ну, а мы из этого переоборудовали, что-то отремонтировали его. Был каркас. Стены пытались разобрать. Здесь деревья. У нас где-то есть фотография. Вот на этом месте. Результатом бузина прошла. И мы на Пасху, вот это не было бы, мы на дерево свечки нарепляли. И все дерево в свечах было такое. Что был в свое время, помнили. Так было? А? Ты не помнишь, ты еще не была. Ну, это было бы, да. Вот так вот было. Так вот. Поэтому никогда не будьте неблагодарны за малое время. А то говорят, ну, если будет слава Богу, то я же вот этому это сделаю. Вроде бы, может быть, и не слава Богу. Когда-то. Никогда такого не должно быть. Благодарить нас за все Бога. Господь, посылайте исключения. Господи, благодарю Тебя, но не оставь меня, Господи. Не отвергни меня от лица Твоего. И духа Твоя святая. Господи, не отнимай от меня. Так молился пророк Давид. Еще тогда понятие души, что он было. И знали, что если Господь отнимет Духа Святаго, то человек, когда вселяется другой дух, и будет его водить по темным местам. Поэтому всегда молитесь этим. Просите и за все, за все благодаря Богу. Бога, аминь. Аминь. Батюшка засчитает. В этом году, видите, я приглашал всех митрополита Сергия. Он отметил там в календаре, что да, будет. Владыку Антония Шовгородского, епископа Романа Рубцовского. Все очень... Он тоже подвласт Владыка. Это мы его Владыка, что здесь Владыка. А на дни мы еще там Владыка много. Тоже это. Поэтому Владыка Антоний. Буквально за неделю за неделю все распределили, как он будет в камне служить. В пятницу из камня приедет к нам. Я уже договорился там, чтобы сопроводил, чтобы не заблудился. Кто договорился, паренек вот из наших. Но получилось, что секретарь позвонил и говорит, что срочно Владыку тоже что-то... А звонил Владимир Роману. Он говорит, батюшка, вот какое дело получилось. Президент наш, российский. Несколько городов в Алтайском крае признали города трудовой славой. Которые в войну трудились. А Рубцовск, это был один из городов таких. Потому что там не было ничего. Из Харькова перевезли завод тракторный. Там поставили и стали делать здесь танки. Это трудовой славой. Поэтому эти два дня, суббота и воскресенье, там залинулся. Какие-то праздничные назначения, события все. Я должен быть там, я не могу никак там участвовать. Ну вот так вот. Поэтому у нас праздник сегодня первый раз за все время. Когда нет. Но Владыка Антоний благословил благочинного нашего отца Виталия. И поручил ему нам зачитать от его имени послание. Я, честно, сам собирался к вам приехать на престольном празднике. Ну да, я приглашался к вам. Потому что у нас как-то так постепенно сложилась традиция, что мы друг к другу стали ездить. Отец, каким был у нас нынче на престольном празднике. Служили мы в строящемся храме. Сейчас уже немножко вам расскажу, порадую, хочу порадоваться и вам радостно рассказать. То есть зашпатлевали мы стены уже. Со следующей недели начнем мы изготавливать отопление. То есть трубы все у нас есть, все купили. Храм практически утеплен уже. То есть я думаю, что к зиме мы уже затопимся. И если Бог даст, как храм устроит Господь, да, поэтому если Бог даст, то мы думаем, что к Рождеству мы будем служить. К Рождеству мы будем служить в новом храме. Нет, освещать-то будешь? Нет, освещать будем осенью, Владыка. Осенью, ага. Вот это вы можете приглашать всех? Конечно, конечно. Я обязательно всех приглашу. Всех, всем приходом приедете. Вот, хор чтоб попел, красиво поете. Мне там сегодня аж слезы потекли от вашего пения. Поэтому спасибо за то, что пригласили. За то, что вот отец Аким сегодня вообще меня шокировал. Приставай, как будешь предстоятель. Нет, ну что вы. У меня ж руки затряслись. Я так, каждый день, и уже у меня всегда могут... Вот, поэтому так вот как-то сегодня сложилось, что действительно, так сказать, малым составом, но Господь, как говорится, где двое-трое собираются во имя Бога, там и Он присутствует среди нас, поэтому Бог дашь, что наша сегодняшняя служба, она будет не напрасна. А действительно... Да и вот, говорит, какой читат, говорит, не бойся, малая сада. Да, да, да. То есть, все будет так, чтобы нас единил Дух Святой, да, то есть, Духи мы будем едиными, едиными вере, едиными Боги. Поэтому и молитва наша единая, она будет, конечно, доходить до небес, до Господа, и Господь будет слышать наши с вами прошения, вопли и даст нам сил претерпеть все, так сказать, земные испытания, скорби и возрадоваться по том месте со всеми небесным царствам. Спасибо, Господи. Вот, значит, Владыка Антоний попросил, чтобы я зачитал вам его поздравления по поводу, значит, вашего престольного праздника. Ваше высокопреподобие, дорогой отец Аким, дорогие братья и сестры, в этот раз радостный, торжественный для Свято-Анфимской общины поселка Потеряевка день молитвенно разделяю со всеми вами радость престольного праздника, который вселяет в наши души убедительное свидетельство близости к роду христианскому угодников Божьих и возношу благодарственные молитвы ко Господу нашему Иисусу Христу. Молитвенно желаю всем вам радости, сопричастия празднику, помощи Божией, служения Церкви Христовой, терпения, испытания и молитвенного предстательства священномученика Афимоника Медийского на жизненном пути каждого из вас. Призываю на вас Божие благословения с любовью во Христе, епископ Словгородский Каменский Антоний. Благоденственное, мирное житие, здравоохранение и спасение во всем благопоспешение подожжу Господи Святейшему Патриарху Московскому Северуси Кириллу, Высокопреосвященнейшему Митрополиту Сергию, Высокопреосвященнейшему и прескопом Антонио, отцу-настоятелю, братьям, сестрам, прихожанам Святаго Храма Сего и сохрани их на многое лето. Многое лето, многое лето, Многое лето, многое лето, Спаси Христе Боже, Спаси Христе Боже, Многое лето, Многое лето. Спаси Христос, Тебя, Отец. Ты дашь? Да. Вот, я столь хочу сказать, я, скорее всего, воздвижение, вот в этом году я на два раза разделил мне благословим языком, поэтому я тебя прошу, значит, за это время возьми покровительство на мое общее, мало ли, что кто-то, может быть, отойдет жизнь вечную или что-то нужно будет, имей это люди, значит, там, давай, спасибо, Господи. Телефон мой. Да, я дам телефон, оставлю телефон, вот. Итак, готово. Все может будет случиться здесь. Это пройдет. Все просто. Все. Ну, сестры все приглашали, приготовили трапезу. Да, приготовили? Все. Сейчас потихоньку, что? А, благодарность молитвы. Батюш, когда будет клетка вас, я буду потреблять. Благодарность молитвы. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!